Субтитры сделал DimaTorzok Долго особо не буду Не знаю, я подозреваю, что игра меня сейчас победит Сегодня я что-то какой-то вялый Вяленький, да? Была, кстати, идея ночной замес еще в GTA устроить с цинами ебархии Я не знаю, то есть, короче, будет либо часок дума и ничего Либо может случиться так, что будет часок дума, а потом тупо неок в GTA И такая вероятность есть Ну, это уже будет явно без меня Ну, понятно Потому что я пойду спадки Вялый, лысый, это плохо Да-да Ничего, но я думаю, заказанная музычка тебе немножко должна подбодрить Ну что, наверняка сейчас кто-нибудь закажет? Ну, посмотрим, посмотрим Сейчас я тут докурю, поэтому столбом стою А то сейчас такая битва будет Жесть просто Ну, докуривай А я тут, ребятки, вы уже извините Но, походу, дело буду немножко кушкать Запеканка перед сном Странный ты какой-то, это ж неправильно Нормально Мне кто запеканку сделал Хе-хе-хе-хе А, уже что и все, уехали, да? Ага Ну, увы Так, ладно Все Блин Неудачное, конечно, место, где я остановился Возможно, я на нем и проведу весь этот час Это будет почти так же увлекательно, как позапрошлый стрим Подумал Хе-хе-хе Ну, в этом есть тоже свой шарм Так что Да, неужели В этом есть, по крайней мере, какая-то интрига Так неохота мне с ними биться вообще Значит, ты такой Подхожу к толпе в остров и понимаю, что Мне такое веролюбивое настроение Вообще хочется убежать Просто где-нибудь тут сесть у костерка, побухать Но я опять трезвый Ладно Долго зовет все-таки Марс сам себя не спасет Ну да, тут, к сожалению, ройлплея такого жесткого нету Хотя только один тут А я что-то уловил там уже из последних фраз твоих Что, что, прейтчик уже не так задорно стремится, да? Там по мере погружения становится сложнее или что? Ну, ну, как тем Просто та игра, которую лучше играть реально самому Вот, чтобы получить удовольствие Для стрима она очень, так, не очень подходит Вот, потому что там и сюжетные всякие штуки Пропускаются Вот, и сама по себе она такая тягучая по геймплею Так что у меня есть такая идейка Вообще прейтчик, наверное, может быть, это отставить в логий ящик Вот, ну, либо потом что-нибудь с ним придумать И на что ты хочешь переключиться при таком раскладе? На мизию, потому что я сейчас буду работкать И надо как-то повеселить народ Ужастиком повеселить Не-не-не, не допрошли Там еще по спрейвову вот сколько мне говорили Будет Кстати, он сейчас вообще везде По-моему, все каналы понатыканы этим прейм Я не знаю По-моему, уже успел надоесть даже тем, кто Не успел его еще купить Но собирается Ну, я понимаю, если бы там устроили Какой-нибудь, знаешь, такой Нон-стоп-марафон, 24 часа и всякое такое Вот, может быть А так? Опа Заиграло нечто Нечто Я не знаю, что это Так А, подожди секунду Заиграло у тебя? Да Странно А, не отображается почему-то в этом самом стриме Не, я закрыл Ну, меня сегодня тоже тупило Мне пришлось самому тупить Ну-ка ты к ней Странно Виджет не пашет Ну, виджет я выключил, так что Не должно В смысле выключил? Ну, меня выключил В том плане, что я на вкладке А Ну, фиг знает Почему-то не показывается, кто поет Ну, не показывается Ну, можешь прочитать, кто там поет Драунинг пул Ол овер ми А, драунинг пул Да Да, уж сегодня будет действительно Угадай мелодию, видимо Музыка будет звучать без опознавательных знаков Так Ну все Я оттягивал этот момент сколько мог Я даже секретик тут притырил Но Придется все-таки идти в Яростный бой Да и музычка обязывает Ну, давай-давай Мы верим за тебя кулачки Кулаком Фигбуль тут удивляется Потому что Вечно стримим Пока, да Музычка уже заиграла Значит этот стрим запущен не зря Ну да, уже есть успец Ну вот, опять Без патрона постоюсь Самый непод... Ох, ё Слушай, а там Гур Без патроны подрубил нам? Кого? Без патроны Знаете, кристаллики Хотя не знаю А, я их сам не подрубил Он-то вряд ли Короче, у меня кончились патроны от всего Я не представляю, как я это делаю В игре, где патроны валяются повсюду Я вроде и стреляю, и не так-то часто, но Не знаю Ну, не знаю У тебя куча амуниции Как бы переключается между ними Потому что наверняка В одном закончилось В другом тоже В третьем полемово будет Не, сейчас у меня реально всего закончилось Кроме пистолета Так Кстати, про эти битсы Я понял, о чем речь Да, я сегодня озадачивался Они вам нужны Они ведь для чата Скажите, дорогие зрители Вы хотите там этими битсами Кидаться друг в друга? Они там дают какие-то Типы, мать иконы Там, не знаю Если это надо кому-то Включим Почему нет? О, музоны с битвы С рептилией В первом фильме Mortal Kombat Ну, техно пошло Да-да Хорошая музыка Все отображается, все хорошо Лаганул немножко Switch DJ Ну да, опять тебе подсказывают В случае заканчивания патронов Пилу убили А, точно Блин Все время забываю я про нее Ну, короче, можешь включить Но в любом случае Это лишним не будет Ты сам заморачивался Когда-нибудь Вот с этими битсами? Ты их куда-нибудь Кому-нибудь швырял На Твиче? Нет Я просто Несмотря на то, что Прочитал Про них Брошюрочку Скажем так Я все равно до конца Не понял, в чем там Особый прикол Да я понял Включишь, допустим, будет Ну, это, наверное, скорее всего Потому что я тупой А не потому что они Неинтересные Ой, блин Ну, я и косой А, там центра идет Твой карман с каждым сообщением И тебя просят делать Расписание стрима Ох Как я сомневаюсь Что это вот прям вот В ближайшее время получится Потому что я все еще Не готов сказать Что могу Распорядок какой-то На канале организовать Но мы будем К этому стремиться Физиология не позволит Физиономия, наверное, не позволит Да Ну, я думаю Тебе есть смысл делать Хотя бы анонсики То есть ты знаешь Что сегодня у тебя Ты проснулся такой Ага Есть там время Туда-сюда Ну, ладно Ну, это да Сейчас смогу постремиться То есть сегодня С утра Заперел анонсик И все Народ в течение дня Уже будет знать Ну, попробуем Вон те эти Твичевские события Которые, я так понял Там даже какие-то спецуведомления Всем рассылают Может, проще группу Да, группу я тоже сделал Она, правда, закрытая пока Потому что в плане Меня намного проще У меня Как бы все стабильно И я точно знаю Когда я смогу появиться Ну, кроме там Каких-нибудь Форс-мажоров Зазубных А так Вот, пожалуйста Каким-то странным образом Эта музыка Она Вот Она не думовская совсем Но она подходит Она создает не ту атмосферу Которую создавал Мик Гордон Но создает Вот Не знаю Но убивать под нее тоже хочется Не то, что убивать Трудно Передать Она На моей волне Знаешь Я тут Так Неохотно Вообще Убиваю их Вообще Можно сказать Надеюсь Что они Перестанут Меня стрелять И вообще Мы помиримся И подружимся Да, блин Ну, ладно Все Пора Пилить Негодяев Ну, ладно Ну, ладно Ну вот, ну никто, конечно, не говорит про какое-то такое прямо уже злобное-злобное расписание там на месяц вперёд. Ну ты знаешь чё, когда играем во что-нибудь не в стриме, ещё записывать шедоуплеем геймплей, а потом делать псевдостримы, включать просто геймплей, рандомную нарезку каких-нибудь своих фраз и спать пошёл, а стрим типа идёт. Просто со временем ты станешь настолько скучным и адаптипным, что одни и те же фразы нереально люди потом не смогут различать вот это или нет. Вот да, я, кстати, с переизбытком стримов этого и опасаюсь, что всё это скатится очень однообразное такое. Ну такое. Ну такое. Ну, пока у нас вроде бы всё в порядке. Возможно мы чем-нибудь разнообразим, то есть не только твичём в плане деятельности. Надо всё-таки действительно по мультиплеерам тоже заморочиться уже, вернуться в GTA-шечку. Угу. Ну да, мультиплеер это такое. Хотя беспроигрышный вариант. Хе-хе. А вот теперь собственно заиграл походу родной саундтрек Doom'а. Ну, я так понимаю. Угу. Да-да-да. И кажется я да. Возможно я даже потихоньку просыпаюсь. Дела налаживаются. У тебя надо просто на будильник не ту гордину ставить, тогда будет хорошо. Хе-хе-хе. Убить, убить. Где Марс? Где? Где? Здесь у меня действительно уже такой период просто в игре несколько рутинный. Остается только ждать и бояться, когда я дойду до громадного кибердемона и буду скорее всего с ним страдать очень-очень долго. хе-хе-хе. Хе-хе. Ну да. Затишка перед бурей. Хе-хе. Тут уже народ, короче, путается. А это Макс на стриме? Я что это вообще перестал стримящих по голосу узнавать? Хе-хе-хе. Ну а небось фанаты киберспорта, которые смотрят всяких там этих киберзадротов в контре, они реально могут там по движениям мышки определять. О, это камера кумира. Хе-хе-хе. Пиши, что ну точно не Макс. Хе-хе-хе. Судя по тому, что ты даже умудряешься проходить, что-то не покатит. Ну ничего, как демон подправить ситуацию? Я на самом деле умудряюсь, это вот правильное слово, да, я действительно. У меня ощущение, что со стороны это должно выглядеть как не герой там, который всё рвёт на прополу, а действительно ближе к фильму, так как из последних сил то и дело выживая, ползу, истекая кровью. Ну не всем Максим будет героем, ну в смысле нормальным героем, которые там сквозь адское пламя будут нестись и сносить все булочки. А ты будешь таким драматическим героем. Да, шлем только мне мешает слёзки на глазах вытирать, поэтому приходится просто во всех стрелять и рыдать, стрелять и рыдать. Это тебе в Андромеду надо, это там они все плакали по своими шлемами. Вроде потели же, нет? Ну это я так, переделал немножко пот под плащ. Не то что вход, там это дождь. Ага. Изнутри шёл. Так. Кратуха наговаривай там Макса, Макс бы за неделю все в крейсе глобала взял. Ну да, ну понимаете, это было бы слишком хорошо, поэтому мне приходится там всякие привороты, уговоры, всякая такая юзость. Просто это самое, я бы за неделю там столько бы страдал самым первым рангом, что мне бы задонатили на покупку стим аккаунта с глобалом. Ну, я не знаю, мне кажется, что обстрадали бы больше твой тиммейт, чем ты сам. А чё вообще обсуждали сегодня на Prey? Неужто про Prey всё это время говорили? Да чё-то всякое разное. Вот. Или про Prey тоже. Ну, больше как бы такой вот именно по игре. Больно кур там середину свалил, потому что он простыл. Да я тоже не слегка приболевший, так что... Ну, там такое было. Я, кстати, помню вот это вот конкретное испытание, оно очень подлёщее. Я помучился с ним изрядно, когда я первый раз проходил. Ну да. С одним ХП нужно биться с разновастными вот этими монстрюками. Ну да, вижу тут всяких тварей подкидывают жирных. Ну нормально у тебя это. Боезапас есть. Запал внутри тебя тоже есть. Так что ты справишься. Оооооо. Чёрт восемь секунд осталось. Ну давайте настоящий челлендж. Оооо. неплохо так стоп я сейчас первого раза это сделал да что максим что это подожди что-то странное тогда подожди это ты ничего там не принимал ты не записываешь на всякие там эксперименты типа примите там пилюлю и посмотрите на результат даже если бы записался и об этом не сказал даже весь часик просто в шоке учитесь детки так наверное эта музыка так влияет да конечно нет на самом деле без шуток музыка такие вот экшен моменты она как-то влияет на твою то ли в темп как-то клиниваешься не знаю но порой действительно влияет ну с одной стороны есть что-то непередаваемо странное в том что кому-то не лень платить деньги за то чтобы играла та же музыка которая должна была играть и так но выключена на сильном настройках но с другой стороны но что-то в этом есть хорошо но я обрадую тут тебе еще впереди еще два саундтрек как думал ну чтож значит я еще пару раз кого-нибудь вынесу не умирая демонстрируя удивительный скилл если конечно пойму куда мне идти все все пытаются уже выбить правду то что то я играю нет народ вы удивитесь но это абсолютно правда то что играет сам максим картоха жрет омлет я уже съел омлет ой запеканку до запеканочку омлет запеканочка тоже самое как это то же самое вроде же разные вещи практически у меня мой запеканый омлет был сделан из яичек помидорок и сметанки ну плюс приправки так что считаете как хотите омлет или запеканочка что-то я блуждаю понапрасну напрасно трачу музыку на блуждание начал до начал тут не но ничего у тебя еще добавился один салендрак дума так что я думаю ты успеешь найти приключение на свою жопу понимаешь даже даже просто блуждает все равно эпично по такому зончик да вообще такой ходишь себе ходишь и ходишь короче ему зон играет или такой ходишь просто теперь индикатор показывает путь именно карточки а все-все я я нашел это была такая геймдизайнерская хитрость тут надо было подняться наверх но как раз вражины тебе так что все нормально тут кстати сейчас будет арена на сколько я помню будут новые новые волны как тут надо выдержаться довольно долго этот желтый это что-то это квад дамаг не помнишь желтый это ускорение какое-то пока по берегу ну чтож пошли пошла потиха вот это паскудство я не хочу тут клинию сучать и тут такие очень важные интимные беседы ведут какие да вот это было неловко не забывай про желтую штуку да я успел не успел про него вспомнить скажем так я все время забываю что здесь есть в определенных обстоятельствах ваншоты то есть когда есть такое если туда прыгнет на себя или бочечка рядом жукнет но это понятно но можно еще более позорные ваншоты ловить например если какая демон откусит тебе голову в прыжке вот я сейчас прыгал мимо него он не был откусил голову надо беречь я крайнем случае мы можем просто пересобачить себе ножки голове и будет в этом как в нечто обидующая головка во блин трек заиграл который это ремикс главная тема из меню дума 3 ништяк к третьему думал кто писал саундтрек забыл больше нету а честно говоря не знаю потому что кто-то тоже не задавался козырных но точно но не тренд резонорм они старинами но это понятно не падла пускай я тихо напишут у нас тырные какие там пройдешь что что пройдешь третий думал еще пройдет это мы так получается что будем двигаться не вперед да по актуальности назад назад эфиры не ну с фирме вы начали с первого пошли хотя бы вперед а так сейчас мы а потом все второй дум проходить да какая разница нет но дело в том то что как геймплей на то 3 думать о чем-то отразительно ну да мне очень нравится 3 дум никогда особо не запаривался насчет срачей и попыток выяснить что же круче там doom 3 или half of 2 не нравилось и то и другое меня не смущало 3 части то что он медленный и больше пытается быть похожим на хоррор чем на экшен мы можем вообще упороться и в коп его пройти в этом неофициальном моде если не упускаешь шансов вспомнить что к любой игре найдется модификация с кооператива нет сожалению далеко не любой но там то она принципе сделано забавно так что можно даже попробовать это будет достаточно так упорота легион говорит то что максим не главное какая разница как ты двигаешься главное что стримишь ну-ка же это за задор надо тоже как бы соответственно если стримчанский получится уныло какое-никакое никакой градус качества тоже держать эти глазюки смысле кокодемоны они даже когда в нокауте оказываются они не торопятся снижаться иной раз ведь замигал и недопрыгнишь до паскуды но в таких случаях просто достреливай ну а то заказчику мое почтение а блин я же его не распилю точно мне уже подсказали наконец что не так было с моей затупившейся пилой не обращал внимание на ячейки я реально не обращал внимание наверно при первом прохождении ай-яй-яй не пробовал сейчас не пробовал пилить больших самых желтая так это ускорялка просто ускорял дерьмо но меня и меня и меня и меня и меня и меня и оружие оружие не забывай вот это почти получилось ну да и так в целом ты их довольно эффективно разложил за вчера и за вечер у всех темы интересные кончились что ли ничего даже не пишут к дискуссии располагающего но в дискуссии тут интимные беседы а это наверно связано с тем что я не знаю зачем просто что-то увидел что у меня был мат-фильтр включен на канале когда-то зачем-то сделал и чуть я ну просто так гулял по настройкам и что-то мне стало немножко стыдно потому что мы тут на пропалу и материмся регулярно людям вроде как получается в чате нельзя я возьми да и выключи его так что теперь все там хуи и пезды полном составе могут сверкать короче часик можете хуесосить друг друга и нас в том числе полная сила уже попиздал я вижу этот баран сразу выйдут ну все короче мы тут только хотели немножко культурить народ того и обманул никогда не стремились ну хочется верить что кругозор хоть немножко расширяется во время просмотра наших стримов где бы еще про газ патроны узнали такую классную историю ну конечно теперь все человечество безопасности это прикиньте газ патроны бы разом и жаттали да вполне возможно такой заговор производителей газ патронов все человечество садится за компьютеры нынче по вечерам за фейсбучики контактики и можно единовременно так население целой страны почти выкосить знаешь не хватает только в духе этого фильма дух времени наш такие эти скрытие покрова там мировых заговоров в церкви да четверо пистолетики в частности что он полно полного не надо потому что этих и импов можно одним мощным выстрелом на автопролюбе а м м ах ты пока юзер решил такой прилечь а игра такая понял не не нет погоди я кажется причем на другую локацию вообще упал которая должна была казаться еще раньше да да я у поезда который собственно и должен меня отвести эй доктор как тебя там будет хорошо это странно все понятно что таки парня в этом году играть научился ну что теперь можно спидрану устраивать тогда то что самое забавное даже скрипты работают с этим москвиками они появились когда я подошел к двери то есть типа оказался там где я был бы если бы вошел в эту комнату честным путем ну давай посмотрим как она сработает слушай прокатило прокатило на твоя игра просто тебя поживела вере скилл макса все растет уже спидранит забавно ну это вообще ништяк много я багов в жизни встречал но почему-то вот никогда не нарывался на те о которых слышал только легенды которые действительно помогают обычно только то кабаны в готике неубиваемые которые со скоростью просто пулемета тебя убивает то но там это было не бака пищи ну короче это по моему первые вообще моей жизни баг который не закончился к и клоудам ну так это же хорошо хотя я думаю не здесь не привык такой парк роль музыки смысле музыка сыграла здесь тоже какую-то зловещую роль наверное короче она поломала скрипты и телепортировать просто на конец уровня может максу просто концерт показать все может если я уткнусь в какую-нибудь стену и начну колотить в нее прикладом с другой стороны просто кто-нибудь откроет знаешь такой вот имп с лицом гейм дизайнера и такой ну ладно чувак пошли так толкова кто здоровался со всеми тупой день туда с работы приполз а вот еще работа как опередить странно вроде как у всех же сейчас большинство во всяком случае праздники на улице народ носится бухает выходные углу мало того что выходные еще и как бы они вроде как официально выходные сражения максим далеко не у всех некоторые работают по сменам и многих по сменных работ праздничные дни нихуя не выходные например как у меня москва москва сейчас тоже в такт попала закончилась последней нотой на взрыве жердяя тайминги наши все тада вот тут все зеркала побил а в третьем думе между прочим зеркала работали там можно было подойти попрыгать повосхищаться своим торсом и обосраться потом когда увидишь за спиной у тебя говно какое-то появилось до слона его так и во втором туалете тоже разбиты зеркала хитрые какие такую графику крутой нарисовали а зеркало не можете ну они по-крайней мере не поленились их разбить чтобы не париться не графон реально клевый я пущу на таком таком натураже что-нибудь посмотрел прикинь как унтер по грешку там в окон в уроке в ведьмаке графон не хуже но видимо кей не плане какой-то там свет психологичность там больше заслуга дизайнер ну хотя я растительную очень мне нравится как она повышается на витру и всякая получатка сделала я я я я я мысли я преобразила канал мотивация моя пьяная да нет мы к этому шли как я о чем речь ну про редизайн канала я думаю впереди еще много экспериментальных всяких редизайнов ну да это далеко не конечный вариант потихонечку будем это меняться дизайнер бы все было вообще прям красиво красиво так кому то мне нравится не гордон потолны в полу гитарный запе ну потому что здесь он не мелодичная А как это называется Есть какое-то умное слово Но я Не помню его Петра тут немножко опечатался И берущий по лезвию написал С каждого парня по лезвию Стоит учитывать то, что Изначально саундтрек писался Как раз таки подставить геймплей Ну не то, что подставить геймплей Ну да, подставить геймплей Риф Гитарный риф Не, ну тоже такое Ну в общем Вы все поняли Вот тут есть берсерк Я его как раз таки приберегу Ты там аргентом ячейку где-то проебал Я думаю, это не беда Ну я не удивлюсь Если я очень много чего проебал Потому что я просто перепрыгнул Несколько этажей, по-моему Нет, ну это не столь велика Не столь велика потеря на самом деле Главное, что Максим Имеет себе запал Проходить дальше Так что Какое-нибудь там проебанное улучшение Это не столь критично Главное, чтобы он со скилл не проебал Я вот все Сериал Люцифер рекламировал Говорил, что я смотрю про Сатану Может Сатана решил посмотреть про меня Правда он немного опоздал Я уже из ада-то выбрался Он взял и просто Сделал так, чтобы я сквозь землю провалился Наверное, а ты просто настолько его заебал Что, ай, блядь, пуску ею будет нахуй, ладно Вот тебе, блядь, прямая дорога на поиск пизду А кружка является одновременно и статус-баром донатным Типа, если поставить донатную цепь То она будет пиваськом заполняться А если не так, то вот вам идея, может пригодиться Интересно То есть вместо монеток и мишуры всякой Будет реально литься в жидкость? Нет, 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 нет Ну ты сказал пивасом Или это ты на ходу придумал? Нет, я не придумал, я кометик зачитал Ну не то что пиваськом, она будет просто заполняться В зависимости от подписчиков, донатов, всякого Всякого такого Ну, физическая кружка тоже у нас будет заполняться Мы сможем пиваську купать реально Тут толстяк такой прям ленивый, ленивый Он что-то даже вообще, по-моему, не шибко торопится со мной общаться Мне кажется, игра начала почти обстраиваться Надо шароебиться и искать карточку, я так понимаю Ой, ну началось Это Костя был, настолько облинился, похоже, да? Ты уже увидел Максиму этого А, и ладно, Максим, делай что-то хуй Тебя уже требует, покажи сложность Сейчас А сейчас музонка, ты вообще-то таинственный Таинственный? Ну, там может быть какой-нибудь такой межуровневый Эмбен Угу Вот, кстати, о народе, когда мы войдемся за амнезию Я врубать заказ музона не буду И вот надеюсь на то, что Показы будут работать И получится ужастик с элементами комедии Не-не-не-нет, я как раз таки надеюсь на то, чтобы наши зрители Поработали на атмосферу нужную Потому что всякого музыкального с нагнетением тоже хватает Чтобы мой пукан вообще просто-напросто гнищил Проводился прям как Максим Как-то тут это, твою-то мать Очень людно Хотя, людно это неправильное слово Мне так понравилось, как ты себе сам гранаты сейчас подорвал Да, я хотел симпровизировать что-нибудь красивое, но не получилось Это было очень умолвешно Так, там вот эти валялись для пилы Всякие ништяки Можешь это, попилить кого-нибудь Попробовать А, точно Сейчас надо как раз запилить эту летучую мразь Надоело Тварюка Банихилла опять поставят Джерек, не надо Не, ну хотя Я думаю, даже с Банихиллом моя жуба будет гореть Хотя уже пора, наверное, взять Берсерка и повеселиться Ну да, 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 давай Приветик Берсеркер Помнишь, кто смотрел первых Берсеркеров? Помнишь по поводу Берсеркера? Там Блин, Берсеркер, по-моему, еще и вообще бессмертный же, да? В смысле переводится? Нет, нет, нет То есть, когда ты с кулачками бегаешь, тебя еще и убить нельзя Ну, наверное, да Но, что-то их уже так мало осталось, что я только двоих слегка поцарапал, а последнего даже не нашел Это надо было тебе убрать самый пыл Да, я как-то это... не воспользовался этим преимуществом Где нашел страстей Ну, чего, я думаю, ты научишься Научишься запоминать то, что у тебя есть пыла, которые ты сможешь себе быстренько восстановить боезапас Ой, как хорошо, все-таки Иной раз радуюсь, что они, помимо тупорылого поиска ключей Сделали вот для дураков вроде меня, что нужно просто победить демоническое вторжение В этой комнате и дверь откроется Пу-у-у-у Театр вообще любит всяких этих андроидов, киборгов И механических силотов Я думаю, ты сейчас про свою мобилку какую-нибудь cool story расскажешь А ты, оказывается, про контекст Меня вот тут андроид склоняет к сожительству Я не понимаю, он выше меня, судя по всему, не менее ловкий, чем я Голос у него брутальный, чем у меня Чего он-то не спас мир, чего он всех демонов не перебил, я не пойму Ну это ленивый андроид На заре существования программы Мы называем его ассоциальным кангом Это наша самая облегаемая ценность Ай, ну это наш господин, дроиды наши друзья С его помощью мы знаем А мне нравится, а что мне нравится? Андроиды? Я ни разу не включал в думе субтитры И сейчас вот я читаю их И есть у меня смутные подозрения Что перстальщик и дизайнеры, которые за них отвечали Полные дегенераты Боль какая-то вообще Это что за пустая кружка Какой-то в углу экрана Специально, чтобы вы заполняли ее всяким Донатством, например, или подписочками Даже у пессимистов кружка хотя бы полупустая А у нас чуть совсем пустая Эй, это что у вас там из заговора? Я не в курсе ваших штук Что там происходит? Я просто вообще практически че-то не наблюдаю Пока не обращай внимания Ну ладно, вот я для обсуждения Так, может кто объяснить? Чужой завет – это прямое продолжение Прометея? Ну, насколько мне известно Это событие между первым чужим и Прометеем, да Я не настолько поклонник, но вроде как да В Fallout New Vegas был забавный квест с сексботом Жаль, что я об этой части Fallout'а поздно узнал Даже и не знаю почему Обзор, наверное, не хватало Ну, у нас в планах в Fallout New Vegas Так что это? Ну, не плане обзора Ну и кстати, если обзора не было, это не значит Что об игре вообще все молчали Между прочим, был даже стрим И даже если я ничего не путаю, стримил я Ну, в смысле, своевременно был То есть, когда она вышла Короче, думали, что так долго стрим не запускался Теория возникла то, что ты ArtMani там уже поломал себе все керам Якобы сложный составил Кружка всегда полная Даже если она кажется пустой Там есть воздух Ну, воздухом пененьким не станешь, так что Да уж, воздух это сомнительное приобретение Хотя в условиях Марса тоже неплохо Так Ого Ого А сколько раз я умер за сегодняшнюю сомнитель? Хе 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 Я не знаю, раза два или три, наверное Странно, да Ну ладно Блин Ах, вы же лунишки Они используют секретный смайлик Что за секретный смайлик? А вот не скажу Пускай для тебя тоже будет это, сюрприз Ну Ну Я бы не сказал, что меня это прям Чрезвычайно тревожит Потому что я теперь спать не смогу пока не узнать Она же была полуполной на прошлом стриме Ну так вот, она заполняется от стрима к стриму А она, кстати, обнуляется, да, когда OBS-ку включаешь? Ну, да Поведи, да Жалко, что наша музычка туда не заполняется Да уж Блин, я слышу чей-то Короче, кто-то издает звуки Это не я Кстати, там в стрим-лапсе, я посмотрел, там есть одно Странное такое Допущение В общем, там можно сделать, чтобы через него заказывалась музыка, условно Но на самом деле, то можно будет все что угодно в эфир пустить Угу И можно даже сделать, чтобы цена была не фиксированная То есть, короче, как донат, но музыка в придачу, типа Ну, как А, может быть, музыкальное сопровождение к донату? Как-то Нет, там именно вот Может, короче, зритель прикрепить Типа медиа Угу Просто потом мы это еще, может быть, как-нибудь Мастеризуем Вот Мне так нравится Только ты вылез из ада Как тебе поставили Айриу, потерянный рай Что-то в этом есть, да Регион там уже выжирался, походу по клавише не попадает Но Все просто жаждут от тебя расписания А что изменится, если будет расписание? По большому счету Ну Нет, ну как это изменится, но люди будут знать Люди будут как-то планировать свой досуг Понимаешь, в чем дело Это ж ты Мне просто казалось, что здесь, к этому моменту У меня на канале это из таких постоянных зрителей Только те и остались, кому, в принципе, без разницы До этих расписаний особо дела нету Ну Они 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 просто Вот видишь, что тут Эти же зрители тебя и просят Потому что не задолбали и целый день дежурить Постараемся Постараемся Постараемся, что-нибудь сделать Заниматься расписанием, потому что это уже будет обязательство Ну Не только в этом дело Просто у меня есть такое свойство Что я нередко уверен, что что-то будет Но этого на самом деле не будет Или будет потом Ну То есть Короче Мое расписание оно будет Чисто декоративным Ой Опа А тут Нифига Себя Трилетел Блин, а я в бою Я не могу Гай А я не могу А Один случайный грех А Тест кружки Хе-хе-хе Зан сидел Прислал нам Копеечку И вот эта копеечка к нам залетела в кружечку Все Спасибо большое Тест прошел удачно Ух Я уцелел Да Спасибо за вклад В прямом смысле за вклад в кружечку А Будем ли мы стримить что-нибудь по чужинкам Эту Фильм Может быть кстати Да Почему бы и нет Ну если Ну если Не знаю Если у тебя амнезия выстрелит И народ Позабавится С того как ты Шугаешься Да Можешь постримить Ну окей Я его такие Тоже нет Оставлял на сладкое И вот думаю Как раз этот момент сладкого И настал Ну он крутой Ну и не момент Денисский Вы не подумайте сейчас Блядь Блядь Да тебе он вообще каждый день гадает на копейной гуще Когда Макс уснет проснется Ёпт Блядь Я и забыл что это болевотина там растекается во все стороны Просто наступил случайно При тактическом отступлении Эх Тут уже Прометейчик начали обсуждать Там не понимают хейта Прометея Ну Нет никакого особо хейта Фильм безумно красивый И Этого у него конечно же не отнять Ну я его не назвал чтобы он был прям уже такой безумно красивый Не ну все что касается панорамных съемок И всяких вот Ну там панорамных С размахом Ридли Скотт он всегда тащит Прометей очень приятно смотреть Ну как именно структурно по сюжету он выстроен Ну в принципе это Метна скажем так рука создателей Лоста Ну Я не был в особом восторге такого безумном от фильма Но при этом не был что Ну что это за говно такое А Ненавидеть Ну А Да, я сейчас вообще позорненько скончался. Блин, меня что-то так заинтересовала песенка с первых же строк, потому что мне хочется сейчас попросить демонов чутка завалить ебальник и дать послушать. Вот это отличный мотиватор для того, чтобы быстренько усмирить. Десять лет старше подъебнул. Ну что в журнале, астролог обещает нам для девушки оба на неудачи, цемюлит, гинеколог. Все, пошли поливары по поводу франшизы вообще чужой, по поводу пухаченых и всякого такого дерьма. С бутербродами толпятся уроды, и жена моя была, сука, тоже делала мне тварь, бутерброды. Что-то ботик он на странно себя повел. Он, наверное, прошлую трансляцию не учел, оконченный, и показывает длительность стрима 3 часа, 63 минуты. А там есть, наверное, какой-нибудь небольшой интервал, типа 10 минут, который не считается. Может быть. Блять, у него броненожопник. Черт, прикинь, хотел жердяю в жопу двуствольники зарядить как следует. В два ствола его, скажем так, прижать. А у него бронетрусы оказались, да? Да. Я просто раньше как-то не утруждал себя рассматриванием его жопы, поэтому почему-то наивно подумал, что у него там есть уязвимость. Оказывается... Вот так вот внезапно, да? А он такой-такой думает, короче, готовится к сегодняшнему дню, просыпается. Думает, блять, загибали со своими бронетрусами, типа, нахер они ему нужны. А тут хопа, и тут, о, пригодились. Клёво. Ну, наконец-то. О, блин, еще один. Ну, и... Так, чё там надо поулучшать? Взялось, это же бронетрусы. Сними с него. А, он же исчез. Да, да, второй толстяк какой-то оказался не очень. Угу. Так. Ну, всё, классические доводы по поводу того, что, типа, ученые должны быть умными, а дальнобойщики в предыдущих частях тупые, всё верно. Да нет, это, блин, тут же давно стоит понимать то, что есть какие-то свои стереотипы киношные, вот, и... Не трогай, нет, я обязательно-то потрогаю, ай-яй. Потому что, если бы все ученые были там такие уже прошаренные и правильно себя ведущие, то, ну, всё, фильм бы закончился буквально после этой пещеры. Мы всё сделали правильно, и всё на этом. Блин, даже не знаю, что у костюмов качать. Эффективность и усиление, сканер и местность. Нафига мне сканер местности вообще? Смотри по своему этому. По своему стилю игры? У меня есть стиль? Ну, какой-то есть, вот сам подумай. При активации и усилении здоровье возрастает до максимума. А какие-то усиления имеются в виду, интересно? Это имеется в виду, наверное, вот эти всякие берсерки и так далее. Блин, я ими редко пользуюсь. Ладно. Пылесос. Ну вот, а зато будешь знать то, что если есть какая-нибудь сигналочка, оставляешь её где-то там до пиздожопного момента, потом подбегаешь, хеляешься. Удобно. А тут тебе ещё рекомендовали ачивочку сделать на эту, на двустволочку для прокачки. Не понял. Какую ачивочку? Ну, тут есть определённые задания для оружия, челлендж. Всё выполняешь? А, а я всё про них забываю. Так, где они пишутся-то? Текущие задания. На. Похер. И так, как раз все музыки кончились, толстяки все погибли. Хе-хе. Ну, ничего, я думаю, народик сейчас это, сколыхнётся и ещё что-нибудь себе тут забудет. Хе-хе-хе. Вот со второго прохождения, кстати, всё-таки немножко начинает напрягать, что действительно игра-то в антуражах однообразная весьма, и что ад, что поверхность Марса очень похожа визуально. Вот когда-то Фир дико гнобили за то, что там сплошные офисы, коридоры, подвалы, но там они не сплошные, там как бы есть офисы, есть коридоры, есть подвалы. И здесь, в принципе, то же самое. То есть, одна выжженная пустыня с торчащими из скал проблесками, железо и чего-то похожего на цивилизацию. И ад, в принципе, точно такой же, только чуть менее железный. Ну, тут видишь, как тут просто по-другому не сделаешь. Увы, тут сюда не впихнёшь там какую-нибудь живную растительность. Потому что это уже было бы совсем грядово. Блядь! Вот в том самом самом арбулом New Orderе, вот там мне нравится, как вот поработали вообще с антуражем. И... Как ты уличный упал. И там смена локации тоже достаточно такие приятные. Очень красивые есть задники. Прям вообще смаковать можно. Да, можешь качать двухсловку, чтобы было два выстрела. Ты часто пользуешься, тебе будет достаточно это полезно. Вот такую прокачку надо будет попробовать. И вот это место тоже, помню, оно какое-то хитро выебанное. Можно попасть в этот нижний люк. Для двухсловки надо убивать два плюс врагов под ним выстрелом. Вот, короче, на мелких зомбаках тебе надо... Ачивочку эту сделать. Их в ряд ставить и... Бабах! Трах-бабах! И всё. О, фигурка. То есть нужно... Я слегка прослушал по двое, мочить одним выстрелом? Тх-бабах! Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Нет, не буду я с первого раза сразу же прыгать. На всякий случай подожду. А то, как обычно, перед носом у меня прямо закроется. Ха-ха-ха. Я же везучий. Ну, на первый уровень ада мы уже не попадем, так что придется экспериментировать, довольствоваться тем, что есть. Так, а я не пошел в помещение там, потому что думал, что здесь, типа, дополнительно, а что, сейчас окажется, что я на самом деле пошел правильно и пропустил какое-то прикольное помещение. Ну ладно. Так, стоп, нет, тут что-то хитрое, короче. Это физика, сложная задачка, помнишь, как в том обзоре про игру, как она называется, где там были очень сложные прыжки по дощечкам в одной комнате у тебя? Ну, которая на FPS-креаторе, по-моему, сделана. А, в этом? Там, где ты между досками застрял. Репликор. Судя по всему, тут тоже что-то, типа, там, вот так. Ассасинщика вспомнили в плане архитектуры, именно первого. Потому что каждый город, каждый отдельная локация очень отличалась друг от друга, и можно было вообще ориентироваться без карты. Благодаря всяким архитектурным приблудам. Ну, я об этом тоже, как в стриме говорил. Я стримил, кстати, относительно недавно, еще на стоп-гейме, Assassin's Creed 1, без интерфейса. Ух ты! Так. Опять же, я вот такие моменты слегка теряюсь. Я тут могу ведь тоже запрыгнуть и куда-то улететь, но тут есть и дорога дальше. А вот и какая из них дополнительная? Ну, ладно, попробую. Да, неважно. Или не лететь на вентиляторе. Ну, вентиляторы, как правило, это такие более сюжетные дырки. Вот так. Прилетел куда-то. Здесь, небось, какая-нибудь круговая карта, я бы все равно сюда и пришел в итоге. Может быть. Да, под Металлику тоже отлично носиться по таким коридорам. Не хуже, чем под Мика Гордона. Ну, он как пьет. Старый добрый трэш метал. Он такой. Да. Легион сдался, короче. Клавиатура его победила. Включается чатик и слушает нас. А что, его кто-то в каком-то масштабном споре победил, что ли? Ну, алкоголем его победил. А, ну да, спорить с алкоголем дело неблагодарное. Ну, я вчера попытался, но... Алкоголь выиграл, да? Ну, да. Рано или поздно он побеждает тебя. Я, кстати, тут еще подумал по поводу этого. Дорогсайдеса. А, все-таки призадумался. Ты же говорил, что не нравится вся стилистика. Ну, стилистика не нравится, но почему бы и нет. Ну, я его просто пропустил из-за стилистики. Вот, говорю, вот мой товарищ, он прям вообще им... Он ему очень-очень хорошо зашел. Несколько раз прошел. А тут еще инфоповод, да? Тут третий засветился. Ну, да. Тут еще плюс инфоповод, то почему бы и нет. Вот, может быть, после амнезии вот и заняться этим делом. Второй нудный. Ну, посмотрим. А, я тупанул. Тут же эти лазеры. Можно было этих ребятишек, которые вокруг носились. А ты вот этих ребятишек опять забыл. Интересно, что очечка надо делать, что он рвает. Да, я что-то уже вообще почти на автопеллозе так с ними. Более-менее ласково обхожусь. Вижу, надо убить. Ну, так, из них же немножечко аптечка выпадает. Угу. Вот здесь я, кстати, даже прыщик представляю на идовском вот этом движке. Он тоже выглядел бы очень даже неплохо. Ну, он вроде и так довольно нехилый выглядит. Ну, он так довольно стильный, да. В форме. Ай, твою мать. Я одно только немножко огорчен тем, что придется с ним погременить. Потому что сейчас он стримы, стримы, стримы. И когда я к нему вернусь, вот такой вопрос. Очень хороший. Ну, это реально просто игра для такого соло-созидания. Даже, ладно, не знаю, от родных всех избавляться. Выгонять всех за предел своей комнаты, чтобы полностью погрузиться. Вот эти чудесные дроны. Мне тут нужно добыть чью-то сетчатку. Ну, я чё-то не помню где. А когда карты круговые, это сатанинское вообще дело. А, во, нашел. Этот вещь шакалит. Или в игре шрифт у субтитров тоже шакалится. Ну, тут очень такой корявый шрифт. Так что... С субтитрами чё-то вообще не то, да. Они, во-первых, с блюрчиком, с небольшим. Во-вторых, цвет просто дебильный. Абсолютно. Ну, да. Не повезло, короче, слабослышащим фанатам Дума. Потому что, если они настоящие фанаты, и, будучи слабослышащими, ещё и прошли его, то они стали ещё и слабовидящими из-за Дума. Да, да, да. Примерно вот так же они башкой в монитор долбились, как ты сейчас вот впихнула его. Вот индикатор сетчатки. Ой, блин. Я вспомнил этот момент. И я... По-моему, здесь умирал. Может и нет. Какой цвет здесь бибилов. Тут это, типа, ловушка, как в первом резиденте с коридором, только не совсем. Ну, ты имеешь в виду фильм? Да. С этими лазерами? Ну, это куб ещё был заменен такими этими штуками. Ой. Чё-то у меня есть ощущение, что я так и буду с ним прыгать туда-обратно. А, да, тут нужно как-то ухитриться туда, забраться прямо вот пока он ездит. Ну, пока платформа поднимается, да, тут должен успеть заценить. Ну, вообще странные вот эти ловушки лазерные. Ничего странного, да нет, вполне себе платическая ловушка. Ну, в том виде, в каком их изображают, ну, в том же резиденте или вот здесь. Твою-то мать, здесь нет входа. Ой-ой-ой. Ох, ё-твоё. Короче, глядя в первую обитель зла, я думал, вот какого хера сразу бы вот эту сетку не пустить, да, когда они все стояли в коридоре, никто бы не успел никуда перепрыгнуть. Просто вот ту финальную, которая убила прикольного негра. Одного из немногих негров, которого было жалко в кино. Нет, надо сначала вот там одним лазером, потом двумя, чтобы Милый Йович там поскакала по потолку. Ну, блин, это, ну, ты сам понимаешь. Такие штуки, они из разряда, бля, еще так по-тупому делают. Это для зрелищности, если не более. Так. Я не помню, что делать, ребят, скажите, пожалуйста. Народик, поскажите, кто там проходил до этого момента, что надо сделать с этими тупыми лазерами для дебилов. Или как-то все-таки можно туда залезть, пока они летают тут? Может быть, пока она поднимается. На крае, кстати, подняться вместе с этой штукой лазерной. Ой, что-то я не увидел там стекла, подумал, что можно просто послать все это нахер и уйти в коридор. Но оказалось, что все не так просто. Странно, что тебе не распилило. Когда я падал лазерами, то там вроде попилило меня. Попилило, что-то? Ну, окей. Надо реально для чат-бота мдя поставить какую-нибудь команду. Типа команду через восклицательный знак мдя, и там Максим затупил там. И все, и будет тогда работать счетчик. Нам еще смайлы нужны с газпатронами. А, вы говоря, тебя по двигателям надо стрелять? Вот я просто не очень догоняю. Что имеется в виду под двигателями? Я тоже немножко не понял. А, которые видно только снизу, что ли? Ну, он, да. Макс не тупой. Ох. Ну да, вышел, ломается. Да, что-то я стал не только тупой, но и неуклюжий. Это странно. Персонаж в игре каким-то образом перенимает. Я просто сейчас, наверное, примерно так же и неуклюже выпрыгал. И каким-то образом Doomguy похитряется быть таким же небрежным. Полный роллплей, то есть, аждистерствование, блядь, тебя с игровым персонажем. О, да. Просто, наверное, какие-то, знаешь, индикаторы, которые считывают, ну, не знаю, твой пульс там через плавиатуру, либо мышка. Ну, это было эпично, по крайней мере. Так, надо прыгать осторожно. Ну, все, теперь у меня есть БФГ. Ну, я так понимаю, это та самая как раз большая всеебущая пушка. Биг пакин ган. Сомбори, пожалуйста. И в этот мэн ган. Ну, по закону подлости, как раз, по-моему, очень близко, сразу после ее получения, появляется кибердемон. Ну, естественно, я думаю, не просто так дали тебе мелких зомбаков убивать. Там просто есть одна фаза в битве с ним, когда, я уже плохо помню, там две стены по краям, короче, вообще двинуться некуда, и он по хардкору атакует. Там, надо полить, понятно ли, все, хорудить. Зачем ты их убил всех? Ты мог, блин, сука, сделать ачивку. Так это же специальное место, чтобы показать, какой крутой БФГ. Да ладно, я думаю, я и без ачивки как-нибудь пережил. Ну, и как бы у меня двойной выстрел был при первом прохождении, я его помню, так что... Значит, я его как-нибудь набью случайно. Мне кажется, ты его больше случайно проявёшь. Какая дерзкая пушка, а. Ну ладно, поэкономлю немножко. Твой кабанчики. Ну да, оставь хотя бы один зарядить, на всякий пожарный. Звук в игре всё-таки хороший, объёмненький. Ну, естественно. А, например, мне в Prey не нравится, очень не нравится, когда у тебя происходят боевые стычки и звук, он как-то глушится на ударах вот этих всех смачных. Может, это баг просто? Да не, это было прямо даже в этом, в демонстрации. Ну, значит, решили выпендриться, типа, у нас тут правдоподобное звучание космоса, вакуума. Да не, 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 в закрытом помещении. Просто, что музыка, как бы, сверху ложится, не такой вот. Опять же, вернулась в тему жоп. Что вы там делаете, мне? Вода в жопе не удерживается, что-то. Да не бойся, до сих пор про чужого с хищником спорят. Да нет, про твою жопу немножко началось. Ну, то есть, твоя жопа стала венцом обсуждения. Ну, нифига себе. Да не бойся, нифига себе, нифига себе, нифига себе. Бананка прикрывает теорию, списывает. Прикиньте, в новой колве последняя миссия была бы за Гитлера, где просто ходишь по банкиру, и есть кнопка застрелиться. Пресс-витер Туин. Или чтобы в батле первой завезли ДЛТ, где мы играли за немецкого солдата, прошли всю войну, в конце получили бы ранение, после чего приходили в себя в больнице, смотрели в зеркало, а там Гитлер. И все такие, вот этот поворот. Я игрового батискафа и без фиджу, но... Ну, кстати, идея в плане того, что вот как-то затронуть в том числе и немецкую сторону всю в сюжете, она неплохая. Ну, как-то да. Ну, крути, как не крути, да, но среди немцев хватало, скажем так, тоже всякого доброго люда, просто у них выбора не было. Вот, не помню, даже сама бабушка рассказывала про то, как днем со шоколадками кормили, ну, всякое такое. Да эти, получается, отряды как карательные, вот там вот ублюдки были настоящие. Ну, не то, что ублюдки, там тоже обязаловка и всякое такое, вот, да, когда полили целые деревни со всеми жителями, вот. Ну, все умолчили по поводу партизанов и всякого слова. Ну, это ладно, это такая вечная, тоже избитая тема. Мне просто вспомнился случай, не то, чтобы прям вот связанный, но на похожую тему. Мне когда-то товарищ советовал, ну, очень сильно посмотреть фильм «Подводная лодка». Немецкая, да? Да. Ну, вот я когда и спросил, о чем, и оказалось, что про Вторую мировую, про немцев, про немецкую подводную лодку. Ну, я, ну, нахер оно мне надо. Ну, как бы крайне предвзято отнесся, и что самое забавное, я в итоге решил его посмотреть исключительно из-за музыки. Я услышал трек, оттуда как раз играл этого чувака с компа, и спросил, откуда. Он говорит, вот, из той самой подводной лодки. Только из-за музыки решил смотреть, офигительный музон. Если вы не смотрели этот фильм, то, скорее всего, все равно знаете этот трек, наверняка его слышали. Клаус Далдингер написал его. Угу. Вот. И оказалось, на самом деле, очень крутое кино. Очень мощное. Несмотря на то, что оно формально про врагов, очень круто сделано. Ну да, да, вообще просто иногда такая мысль закрадывается. Ну, не важно на какой-то стороне, просто война такая страшная штука, на самом деле, что... Не знаешь, как ты бы себя конкретно повел там в той или иной ситуации, как там было все на самом деле. Вот, что у людей происходило в головах и вообще. А про кино, да, я тоже слышал, кто-то мне тоже рекомендовал. А, ты не смотрел? Не-не-не, не смотрел. Ну, значит, будет повод так-нибудь посмотреть. Ну, если честно, я очень так редко смотрю фильмы про Вторую мировую, да и вообще про войну. Да я тоже, я же еще в своем стримчике про Вульфа говорил, что мне эта тема, в принципе, не очень нравится. Конкретно «Подводная лодка» меня поразила еще и тем, что она, на удивление, не про войну. Это фильм про людей. И там вот... Я боялся, что... Мне, в принципе, будет тяжело сопереживать и уж тем более жалеть, там, допустим, погибающих немцев. То есть это чисто предвзятость такая, от которой очень трудно избавиться все равно, как ни крути. Но все это, все эти предубеждения выветрились вот стремительно просто. Я даже не ожидал, что практически сразу. Оказалось, что кино не про... Это не колда, то есть там, это вообще даже не боевик. Там фильм очень длинный, экшена там довольно мало. Он про людей в замкнутом пространстве. Да. Ну, это признак хорошего кино. Когда, опять же, не стопя на всякие предубеждения, он показывает события в другом ракурсе и делает акцент на других всяких штуках. Когда третья мировая... Ну вот, были предпосылки конфликта в Северной Корее и Америке. Да, эти предпосылки раз в несколько лет всплывают. Я даже не знаю, что такое должно произойти в мире, чтобы у нас реально случилась третья мировая. В американском Папаша была угарная серия про этот фильм, про подлодку в смысле. Ну, я-то его посматриваю иногда, но чуть не помню. О, тем временем у нас подписчик какой-то не дал, да? Ага. Блин. А БФГ не на цифрах. Точно, я совсем забыл. Она на какую-то другую кнопку... Да какую? БФГ достать, чёрт. А, в принципе, ладно, уже не надо. Одни люди посадили в тюрьму, а другие сделали надзирателями. Да, был тоже такой фильмец. Те, кто играл роль надзирателей, стали жестокими садистами. Они изливались над теми, кто был в качестве запрещенных, хотя до этого были послушные и тихие люди. Но, опять же, видите, всё зависит от обстоятельств, которые подвигают себе делать те или иные штуки. Это по книге какой-то фильмец, я его даже смотрел. Нет, тут имеется в виду вообще сам эксперимент. Или это ты имеешь в виду кино? Потому что я тоже про кино слышал. Ну, да, я фильм смотрел. Насчет самого эксперимента. А, ну да, там действительно его проводили. Сейчас смутно уже вспоминаю. А, там Клаус советовал посмотреть фильм и развескал кучу отсылок. Клаус, а, ты имеешь в виду американского папаши? Клаус, это немецкий. Как его там? Телекар, лыжник, короче. Телекар, рыбки. Кстати, к тему злых нацистов был такой эксперимент «Третья волна». Суть в том, что при должном руководстве можно любого человека сделать злым нацистом. А при этом не имеет значения, есть у такого человека нацистские находности или нет. Да, и такое тоже кино есть. Вообще, на самом деле, человека сломать не так сложно. Это уже просто привыкли через всякие киношки там смотреть, что под там известными пытками главный герой сдерживает и ничего не говорит. А на самом деле многого не надо. И снова идеальное попадание в тайминг. Музыка закончилась просто в момент. Эй, тайминги! Обожаю тайминги. В этом, наверное, есть изюминка вот этого канала. То, что у нас реально он строится на таких вот очень приятные плюшки в виде таймингов. Благодаря нашим замечательным зрителям, которые заказывают замечательную музыку. Сейчас, кстати, трек, который играл, он был очень странный, совсем не думовский, но тоже по атмосфере удивительным образом подходил, потому что я уже тут как на работу, знаешь, хожу, их мочу, что-то уже рефлексы какие-то выработались практически со всеми. Ну, в смысле, единая тактика там, кого так, кого эдак. Уже на автопилоте практически с ними бьюсь. И музыка такая была, знаешь, вот, блин. Я не знаю, ты видел, как называется трек или нет, запусти. Она в некоторой степени даже умиротворяющая. Нет, я, к сожалению, не обратил внимания. Можете еще раз скинуть название трека? Я даже вот включу его отдельно и послушаю. Последний, который играл. Это Петр говорит, ну, вообще-то таких... Стоп, по поводу ломания психики, это багаюзанья все, что психика. Ну, это понятно. Ну, по сути, это то же самое. Ну, лично в моем понимании. Где-то был комментик сейчас. Неправильно насчет психики багаюзания. Там то ли ты не так прочитал, то ли человек не так сформулировал. Там суть эксперимента не в том, чтобы крышу сорвать юным детям. И там игрались не с их психикой, а с... Эксперименты были в связи с социальной адаптацией. То есть ничего ломающего шаблоны там не было в этих экспериментах. Там просто это все так обставлено, что дети оказывались в разных абсолютно ролях, нередко не свойственных им. Ну, блин, трудно объяснить, короче. Фильм, если что, Волна называется. Поглядите, кто не смотрел. Книжку, наверное, рекомендовать не буду. Тем более, что сам не читал. Причем, по-моему, не американский даже этот фильм. Это тоже норвежский, как книжка эта. Про какой-то эксперимент, по-моему, французский тоже. Твою мать! Че такое? Я просто позволил себе расслабиться там после того, как музыка закончилась, и вызвал лифт, я думал, там чекпоинт был, а оказывается, нет. Пизде. Ёбаная консольная говно. Книжки сложно. Ну, кстати, у нас моботик подчинился, сейчас показывает реально длительность стрима. Чего-чего стрима? Реально длительность стрима сейчас показывает. Ага. Гуру вам тут все настроил, может, и оповещение о подписчиках появилось? Да, появилось. Вот так у нас еще специальная кружечка появилась, в которой эти подписчики тоже падают. А оповещение о подписчиках вообще топовое. Звук стоит... Нет, сонг... Нет, 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 нет. Хе-хе-хе. Коротуха хорошо так сейчас сидит. Ну, блин. Ты... Ты хочешь меня справа царапить, а то, что ты сейчас просто собрал, ты ушел, да? Ну, блин. Хе-хе-хе. Насколько мне можно доверять. Ну, да, в плане моих посиделок лучше бы не верить. Я могу вас обмануть. Хе-хе. Я могу немножко задержаться. Вот. Но скоро уже придется мне отваливать. Да я тоже... Короче, я думаю, мы вместе отвалимся. Как бы по-гейски это не звучало. Вместе отвалимся. Хе-хе. Это не звучит особо... Не звучало особо по-гейски. Вот. Но ты все испортил. Хе-хе-хе. Вообще, надо будет потом еще ботик поковырять. Всякие тоже ништяки поделать в плане команд. Отдельно сделаем... Инфопанельку. Снизу, под описанием канала. Там, где будут вот эти команды бота. Со временем все это дело пофиксим. Ну, не пофиксим, а просто разнообразим. Я сейчас так смотрел, как ты этого обитающего... Димона пытался с этими ракетами подбить. Вот. И такое чувство, будто он просто уже от безысходности взял сам и помер. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Блядь. Ах, позорно. Щитовик убил, а? Фух. Мне кажется, ты просто начал немножко выебываться фильм. Хе-хе-хе. Ты бы слышал, что сейчас играет. Я не понимаю. Это как в тех тупых комедиях, значит, музыка, под которую невозможно не шевелиться, как идиот, и не дрыгаться. Не. Ну да. Ты же, ты же. Попробуй не танцевать. Это трудно. Это как в фильме «Маска». А где Думгай свои пушечки хранит? А по-моему, где-то я видел ролик, где... А, это было не ролик, это было в этих, про душителей легенд, как раз-таки по поводу именно Дума и проводили... Сколько типа можно унести на себя оружие? Да, 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 да. Хе-хе-хе. И они вот эти вот муляжики сделали, и все, и все, и... И там двигались. Это прикольная, кстати. Прикольно было выпуск. Чего-то вспомнила песенка финальная с Майора Пэйна. Ну да, да, там было такое. Максим, боди, трудно. Так, в плане настройки рандомных сообщений от бота, ответов, вернее... Я сейчас, в игре, не знаю. Я вот так, краем глаза видел, там что-то Гурдунова настраивал. Так что в плане возможностей я вам ничего не скажу, к сожалению. Ну вроде бы нет, вроде бы ты там сам его программируешь на определенные команды, чтобы он вводил определенную информацию или что, то есть там без всяких таких особо страшных изощрений. Ой, ебать. Я видел одного стримера в бота рандомил длину письки. Чего-то? Ну, бота рандомил длину письки. То есть кто-нибудь пишет команду определенную, да, и бот тебе выдает рандомно размеры колочек, я знаю. Ну, блин, вон... Блин! Ебучи, ебучи, щитовики. Я их начинаю ненавидеть. Фейспанч, вон, не поленились же и целый алгоритм запилили, который, исходя из твоего Steam ID, там еще каких-то сопутствующих факторов может тебе не только крошечную письку приделать, присвоить, но и вообще тебя сделать женщиной-негром. Да-да-да, это вообще топор. И хочешь там себя поменять? Увы, никак. Только новый аккаунт. А, или он к Steam... А, он к Steamу именно привязывался, да? К Steam ID. Ну, и новый именно этот. Steam аккаунт. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Предсказания, как тихо тщения? Ну, надо будет... Предсказания? Да, в ботик, чтобы выдавал. А-а-а. Останусь, как ключи со двиной члена всего. Можно настроить даже русскую рулетку, если ты проиграл Я тогда думал, что он сейчас просто выгорит Ну вот не сможет справиться на длину моего, ведь она бесконечность А если он вдруг будет спамить за счет бесконечности, а? А? А, да, у СГ были траблы с твичом С вичом? С вичом? С вичом я не знаю, кто там у них, кого долбит Постоянно фризило нон-стоп, но такая проблема явно то, что в серваке просто меняешь сервак и все, я не понимаю, почему они поленились за мясо, но хорошо шло вокально А теперь он большой поиск и лейпы будет и Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают 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 Ну, я думаю, что тебе будет в тягость амнезию вытаскивать на себя в это время. Гораздо проще всё-таки действительно уже отвлечься немножко от синглов и погонять толпой. Я только за. Ну, если... Окей. Главное, чтобы ты не спрыгнул, как обычно. Постараюсь. Если будешь спрыгивать, то, если что, у меня будет амнезия наготове. Вот. Всё, ребятки. Ну, всё, тогда счастливо. Давайте вам, да, спасибо вам за подписоны, за донаты, за музло. Всё, давайте вам всем покедово. До завтра. Добрых снов, да. Пока не начали. Держите, пока нет расписания, держите руки на пульсе, пальцы на мышке. Да. В общем, где-нибудь да и держите. Всё, пока-пока. Пока. Пока. Продолжение следует...